Приветствую всех, кто дотерпел! Сегодня будет очередное небольшое видео, где я рассмотрю особенности строения некоторых групп динозавров и связанные с этими особенностями ошибки в реконструкции их внешнего облика и поведения. Да, звучит на самом деле довольно сложно, но на самом деле это всего лишь еще одна часть из серии немного фактов о динозаврах, так что можете обнять кружку чая, подписаться на мою группу вконтакте и поставить превентивный лайк. Кстати, я готовлю относительно длинный видосик про механизмы эволюции, так что если такая тема вам интересна, то ждите примерно через неделю. Ах, да, еще 15 числа, то есть сегодня, примерно в 8 часов вечера по Москве хочу стрим замутить, приходите, ну чё вы как не родные-то. Ну а теперь за дело. Вы все, наверное, в детстве видели старые, возможно еще советские картинки, иллюстрирующие реконструированных длинношеях динозавров. На них чаще всего они были изображены с шеей, задранной как у жирафа, и с волочащимся по земле хвостом, как у ящерицы. Также неизменными атрибутами данных картинок являлось бочкообразное тело, одинаковые пропорции передних и задних лап, а также желание практически любого заваропода поместиться в любую подходящую по размерам лужу. С течением времени данное представление казалось в корне неверным, разве что вертикально задранная шея и правда была характерна для некоторых брахиозаврит и некоторых титанозаврит. В основном же завароподы следовали стандартному структурному плану. Длинная шея, расположенная горизонтально к поверхности, относительно короткая сжатая с боков туловище, несколько менее крупные передние ноги относительно задних, а также длинный хвост, который также держался в основном на весу и горизонтально. Это не значит, что хвост нельзя было положить на песочек в случае дикой усталости, никто этому мешать не станет уж точно. Но вот задрать шею вертикально диплодок мог только в случае, если эту самую шею ему как минимум в трех местах сломать. Если вам удосужилось ранее видеть реконструкции самых крупных хищных динозавров, а уж коли вы на этом канале, то явно вы видели, то возможно у вас возникали некоторые сомнения по поводу того, почему такая огромная голова не смещает центр массы тела животного настолько, чтобы не давать ему ходить. Собственно несколько крупных групп терапот нашли для этого различные подходы. Спинозавры научились ходить на четвереньках и вообще стали полуводными хищниками в среде, где центр масс не будет играть настолько серьезные роли. Аллозавры использовали для уравновешивания передней части тела относительно длинный хвост, что в общем-то так и не дало им вырастить черепок да сколько-нибудь с рекордных размеров. А белизавры и тираннозавры пошли самым радикальным путем и резко уменьшили размер и вес своего плечевого пояса и передних конечностей, а также заимели в своем черепе довольно крупные облегчающие отверстия. Строго говоря, отверстия эти, будем называть их фенестрами, были там еще у пермских предков, но непосредственную пользу их наличие принесло именно крупным динозаврам поздних эпох мезозоя. Так что несмотря на громоздкость и кажущуюся массивность, черепа тираннозавров не настолько тяжелы, как кажутся. Череп млекопитающего такого же размера был бы тяжелее ввиду более примитивной структуры. Очень часто можно было видеть иллюстрации, где тираннозавр или мегалозавр встает практически на дыбы. Сейчас это выглядит смешно, но тогда, когда эти иллюстрации были актуальны, возможно это и позволяло возыметь определенный эффект над читателем. Сейчас же достоверно известно, что большинство динозавров, за некоторыми исключениями, естественно, держалось в основном горизонтально. Одни из-за того, что передвигались на четвереньках, другие, потому что структура скелета была нацелена на быстрый бег на двух ногах, а в целом из-за строения сочленения бедренной и тазовых костей, очень характерного для архозавров. Согласитесь, много ли вы видели прямоходящих птиц? Так что да, такая поза для реконструкции крайне неверна, а для самого животного была бы еще и крайне неудобной. Еще один очень устоявшийся миф, который почему-то до сих пор популярен, а именно у динозавров было два мозга. А связано это якобы с тем, что такие огромные размеры нельзя контролировать мозжечком размером с грецкий орех. Что ж, в некотором смысле это и правда, но по большей части это конечно же и адский бред. Во-первых, никакого второго бедренного дублирующего, заменяющего, синхронного и любого другого мозга никогда не было. Максимум, на что можно рассчитывать, это крестцовое спинномозговое утолщение, где проходят рефлекторные дуги задней части тела. И все. Никаких аналитических центров или места обработки информации. Если вам кажется, что нервов маловато, вспомните некоторых червей. У них бывает вся нервная система из 300 штук состоит, а у того же стегозавра их было явно под 5 миллиардов, если не больше. Так что проблем с координацией гигантский динозавр без второго мозга явно не испытывал. Да и вообще, может оказаться, что это крестцовое расширение и вовсе было для гликогенового тела, которое, кстати, именно там у птиц и располагается. На этом все. Не забывайте про стрим, не забывайте, что это будет не один единственный в истории стрим. Всем спасибо и всем пока!